Сервис выгодных путешествий TripMyDream представляет Это фантастическая страна, королевство, в котором происходят чудеса Когда я сюда приехала как турист три года назад, я плакала, когда уезжала Это огромный миф, кстати, про Таиланд, что все здесь дешево Что Таиланд должен быть копеечным, это неправда Таиланду надо либо очень умные люди, либо они вообще Таиланду не нужны Савадикап, друзья, это Алоха По-тайски мы находимся в Бангкоке Это выпуск экспатов из Бангкока Смотрите выпуск до конца, подписывайтесь на канал, ставьте лайк Пишите комментарии, вы сможете выиграть два авиабилета в этот колоритный город от авиакомпании Air Astana Ну, а мы с вами погнали знакомиться с Бангкоком Друзья, с нами Антон Антон, можешь, пожалуйста, сказать, сколько ты лет живешь в Бангкоке? Почему? Откуда ты сам? Сколько тебе лет? И коротко представиться Ну, слушайте, меня зовут Дрянечкин Антон Я из города Санкт-Петербург, из России Мне 33 года И уже почти 10 лет я живу в Таиланде Ну, так получилось Я приехал автостопом Заболел лихорадкой Денге Очень сильно заболел И, своди-ка, пришлось остаться здесь Потом нашел работу, потом пошел учиться Ну, как-то все закрутилось, завертелось И вот так вот стал вторым домом у меня Бангкок тебя здесь оставил? Либо ты решил тут остаться? Слушай, ну, такой ситуации не сказать Знаешь, как это многие думают фраза там А, его забрал Бангкок Вот этот фильм, который снят был Нет, ну, мне как-то понравилось вообще Думаю, ладно, Азия, интересно, останемся Посмотрим, поизучаем И вот затянулось это все Савадикап Вот ты всем говоришь савадикап Мужчины говорят савадикап Женщины говорят савадикап, правильно? Да Ты выучил тайский язык? Ну, я, да, изучил тайский язык Более-менее на нем, ну, на четверку могу говорить Читать, писать Ну, потому что иначе, когда ты живешь в другой стране Притом живешь, так сказать, среди общества внутри Ты по-любому должен говорить по языке на этом языке По-другому никак И я просто многих, например, иностранцев не понимаю Которые живут тут по 10, по 15 лет, они там 10 слов по-тайски не могут связать То есть ты живешь в стране, изучай язык Ты работаешь здесь нелегально гидом? Ну, слушай Легально нельзя работать Легально работать нельзя Я, можно сказать, частный гид Очень сильно шифруюсь, да, такое есть Это королевский указ о сохранении рабочих мест И есть 39 специальностей, где нельзя работать иностранцем Тогда давай начнем влюблять и знакомить зрителей с твоим Бангкоком И начнем с этого района И еще, если можно, расскажи о том, что, знаешь, все думают о Таиланде вот это Такая вот картинка А на самом деле, ну, это вот так Ну, слушай, тут сразу можно сказать Есть в Бангкоке одна проблема Нету хороших путеводителей Это большое белое пятно такое вообще на карте путешественников То есть, я только знаю один хороший путеводитель на русском языке А на английском я не помню, чтобы я хороший находил путеводителя Поэтому многие люди, к сожалению, они смотрят Ну, что, полтора дня в Бангкоке, да, там, Королевский дворец Храм Лежачего Будды, Храм Утренней Зари И все А потом уезжают, там, на острова или, не знаю, там, в Чиангмай Там, тусить на фулмунпати или в Паттайю А Бангкок остается неизведанно А город-то огромный Он по площади, как Санкт-Петербург Он население, ну, неофициально, говорят, там, 7-8 миллионов Он уникальный город во всем Потому что тут уживаются абсолютно все нации в мире Они могут жить в своем традиционном обществе Никого это не волнует Главное, спокойно, без всяких, как говорится, чтобы не было никакой агрессии Чтобы не надо права свои качать Вот, это самое главное, как такой принцип тайской бангкокской жизни То есть, тайцы, они достаточно принимают всех Вот И самое еще второе по Бангкоку, что можно сказать Бангкок некрасивый Вот все, забудьте, что там, типа, столица Азии, там жемчужины Нет, он некрасивый, он грязный Он весь в плесени, потому что, извините, влажность 80%, 40 градусов температура Я прям чувствую, да Но я тоже привыкший, поэтому я не особо пойти Сейчас 32, чувствуется, как 40 Ну, потому что влажность И, то есть, он грязный, плюс вот этот хаос И почему от этого, вообще, почему это происходит? Не знаю, что тайцы там грязнули Тайцы очень чистоплотные То есть, вот это все, это не чистоплотно Я говорю именно, именно тело Вот, именно за собой они очень чистоплотно следят А почему вот это грязно? Но вопрос, зачем красить дом, если он через полгода опять заплесневеет? Зачем тратить время? Они практичные То есть, они будут тратить время на то, что не надо тратить Там, зачем, не знаю, там, чистить асфальт с мылом Если тут жира немножко Если все равно вечером опять тут будет еда И все будет опять в жире Все, до какой-то определенного момента грязь наросла Дальше она уже не растет То есть, они практичные в этом плане Друзья, с нами Аня Она какое-то время прожила в Дели, наверное, лет 5 Год она уже живет в Бангкоке А Ане 30 И Аня сама из Москвы Я так понимаю, что она очень любит этот город И сейчас будет влюблять в него нас с вами Аня, я правду сказал? Ты сказала абсолютную правду Более того, я тебе скажу, что когда я сюда приехала как турист 3 года назад Я плакала, когда уезжала То есть, я реально ревела Я очень хотела здесь остаться Потому что понравилось мне абсолютно все Мне понравился город Мне понравились люди Мне понравились даже запахи На которые все очень сильно ругаются и так далее Слышала я очень много баек про Бангкок Соответственно, от туристов И ехала я сюда, естественно, подготовленная в негативном смысле Когда приехала как турист Поняла, что Бангкок Я кликнула, я так говорю, я кликнула с городом То есть, город действительно влюбил меня в себя И я захотела остаться Это было 3 года назад То есть, получается, вселенная меня услышала Как говорится, да? И год назад моего мужа по работе перевели сюда До этого мы жили 5 лет в Дели Как ты правильно сказал И, соответственно, уже год живем здесь 5 пунктов основных Что такое Бангкок для тебя сейчас? Бангкок для меня Это огромный выбор умопомрачительной, вкуснейшей еды На любой вкус и цвет, на любой кошелек Я не знаю, на любые... Что ты можешь, тебе в голову взбредет Ты хочешь Хоп, ты это найдешь в Бангкоке То есть, все Это раз Два Так как я теплолюбивый человек Я люблю этот климат Ну, что я могу сказать? Я его люблю То есть, мне он нравится Это два Три Ну, безусловно Если ты не тесно-тесно-тесно по бизнесу работаешь с тайцами То люди очень прекрасные Они улыбчивые Они обходительные Они сделают для тебя все То есть, постоянно Нету негатива Для меня это важно Потому что я сама по себе человек очень позитивный И я это люблю Меня это притягивает Меня это привлекает То есть, это три Четыре Я думаю, что возможность путешествовать по Азии Потому что Азия все-таки не такая Не такой часто посещаемый регион То есть, очень многие копят Или думают 156 раз Прежде чем петь, потому что это далеко Для меня, я сейчас живу в Азии Я обожаю путешествовать Для меня это возможность много путешествовать Как по Таиланду Очень многие недооценивают, кстати, Таиланд Таиланд, кроме Паттайи, Пхукета и Самуи Имеет кучу мест Куда можно съездить И действительно удивиться И пятое То, что я нашла очень быстро здесь друзей В первые две недели своего пребывания здесь У меня уже был Я уже нашла друзей То есть, да, друзей Тогда они были, естественно, знакомы Друзей с первой секунды не бывает Сейчас я понимаю, что да У меня есть друзья То есть, эти пять пунктов А друзья вообще для меня Я бы, наверное, неправильно поставила пятое место Я, наверное, поставлю на второе место Потому что это очень важно Особенно для нас Для русскоговорящих Я так скажу, да Как бы своя какая-то культура То есть, если я общаюсь с азиатами Я общаюсь с американцами У меня куча друзей Там шведов, американцев, немцев и так далее Но, извините меня Но Гадью Петровичу Хренову они не поймут Друзья, мы прилетели в Бангкок Вместе с авиакомпанией Air Astana С которой вы точно узнаете Что такое восточное гостеприимство Я вам гарантирую Все, что вас ожидает на борту Вас приятно удивит От сервиса и доброжелательного персонала До комфортного кресла И новенького салона Для начала знакомства Расскажу вам топ-5 фактов Об этом авиаперевозчике Air Astana уже 7 лет подряд Является лучшей авиакомпанией Центральной Азии и Индии В 2018 году авиакомпания Получила награду от TripAdvisor Основанную на отзывах реальных пассажиров А также награду от Apex Флот авиакомпании очень свежий Средний возраст лайнеров 7 лет За 2018 год Air Astana Получила 4 новеньких Airbus 321neo Air Astana предлагает Действительно удобные перелеты В города Азии С короткими стыковками В Астане и Алматы Это лучший способ добраться Пекин, Сеул, Бангкок, Гонконг Куала-Лумпур, Дели, Бишкек Ташкент, Тушамбе Цены по этим направлениям Действительно привлекательные А багажи питания предоставляются на всех рейсах Проверьте и попробуйте летать по выгодным ценам И с первоклассным сервисом на борту Air Astana Из самого сердца Евразии Да, друзья, я знаю Вы уже хотите открывать Азию вместе с этим авиаперевозчиком И мы вместе с Air Astana Вам в этом поможем Потому что мы разыграем 2 авиабилета в Бангкок От Air Astana Смотрите видео до конца Будьте подписаны на канал Ставьте лайк видео И все детали по конкурсу Я уже оставил в описании к этому видео Друзья, с нами парень, у которого грузинское царское имя Лаша Который сейчас будет знакомить со своим Бангкоком Лаш, представься, пожалуйста Расскажи коротко о себе И пойдем гулять по твоему Бангкоку Привет Меня зовут Лаша Как ты уже представил, наверное Это царское имя Грузинское царское имя Потому что я по национальности грузин Я живу в Бангкоке У меня здесь собственный маленький бизнес Про который я тебе расскажу чуть позже Вот Пока Вот про себя Мне 37 лет Уже 4 года живу в Таиланде Год, наверное, уже как бизнес имею собственный Вот стараюсь развиваться Надеюсь, очень-очень скоро Ты увидишь мои результаты У меня будет 2 магазина А может быть, через год уже будет 3 магазина Или буду international brand Вот, посмотрим Вот Пока только вот начало Как ты попал сюда вообще В Таиланд и Бангкок? Расскажи свою историю Ну, я уехал из России Я жил Хоть я грузин Я жил в России, наверное, почти 15 лет Может, больше Последние, наверное, 3 года Которые я проживал в Москве Реально напрягала Как бы политическая сторона Это, наверное, из одних главных моментов Которые просто Сделал вот мой выбор То есть, когда ты начинаешь уставать Когда ты несчастливый Когда ты зарабатываешь денег Но ты несчастлив Вот Получается, что ты просто думаешь уже о переезде И в этот момент я был не один У меня была моя половина Вот И мы вместе как бы вот думали Мечтали Куда-нибудь уехать Вот И решили Ну, выбор стал на Таиланд Потому что посчитали, сколько денег Как мы можем Я умею российский паспорт Как я могу уехать за границу И остаться где-нибудь Легально То есть Ты сам понимаешь, что В моем возрасте уже не хочется Переехать в какой-то стране И работать там Там убирать улицы Или что-нибудь в этом духе Вот И, конечно же, чтобы легально Чтобы визовый режим был легкий Для россиян много проблем Во многих странах И получается, что Выбрали Таиланд Потому что это дешево Прекрасная природа Погода Восхитительная Которая тебе не очень нравится Я уже понял Жарко Жарко Ну, пока знаешь, когда ты турист Тебе нравится Когда ты живешь, ты понимаешь, что Реально жарко целый год Вот А финансовая сторона Здесь можно легко остаться На много лет С легкой визой И Ценовая категория То есть Жизнь Намного дешевле И уровень в жизни Намного выше То есть При Тех доходах Которые у большинства людей здесь Они живут Ну, такой Средний образ жизни Ведут точно Может быть, даже выше, чем средний Вот Мы говорим в данный момент Про иностранцев Которые живут в Таиланде Типа я Субтитры создавал DimaTorzok Тайцы, они добрые? Тайцы, да, они очень добрые Они помогающие постоянно Опять же В Таиланде, например, очень хороший автостоп То есть Ну, хорошо Ездишь, например, по СНГ Ну, среднее время ожидания 10-15-20 минут На машины А в Таиланде Две минуты Минута И тебе три машины остановятся Почему? Потому что ты даешь им возможность Сделать доброе дело То есть Они Делая какое-то доброе дело Они понимают На следующую жизнь им это зачтется Тайский буддизм Да Вот поэтому Тайцы по максимуму Стараются сделать По максимуму добрых дел Но Есть вторая вещь Буддизм и говорится Ты Сам решаешь Как тебе жить Что тебе делать Поэтому Насильно тебе помогать Никто не будет Поэтому я такой всегда пример Рутрированный говорю Вот будешь на улице валяться Вот тебе там, не знаю, плохо Если ты попросишь Тебе помогут Если не попросишь Ну, значит, у тебя все хорошо Тебе будет проходить мимо То есть Тебе дают возможность Делать то, что ты хочешь Вот у тайцев тоже есть проблема Да, они постоянно улыбаются Стараются по максимуму Сохранять лицо Но Вы представляете Насколько это все кипит внутри Да, там Если начинаешь на кого-то орать Там очень сильно Оскорбил Прилюдно Это потеря лица Но за это могут просто прибить Очень много, например Сидит в тюрьмах людей Именно за потерю лица Вот, например, человек наорал Потерял лицо Наорал вот на кого-то Оба виноваты И вот тот, на кого наорали Он потерял лицо И тот потерял И за это могут посадить? Нет Просто этот Тот, на кого наорали Бывали случаи Просто убивал О, боже Но это такое много Случается в Таиланде Я не говорю, что прямо Каждую секунду это Нет Но это именно уже статистика Это не исключительные случаи Поэтому в Таиланд Учит, что хорошо Всегда Держи спокойно Вот у меня были даже Когда конфликты с тайцами Ну, были такие случаи К сожалению Я Но это хороший урок мне Ты просто всегда Должен быть спокоен Вот даже если ты не прав Ты извинись Они очень ценят Когда ты прилюдно извинишься Вот это прямо очень У них даже, понимаете На судах такое Если ты извинился Признал вину Тебе срок сразу меньше Это малиновая фанта Это не малиновая фанта Это, наверное, все-таки Это клубничная фанта Клубничная? Да, у них просто клубничная фанта 80% клубничной фанта Идет на алтаре для духов 80% всей произведенной Красной фанты Это была рекламная компания Красную фанту никто не покупал И просто сделали Большую такой маркетинговый Рекламный ход по всей стране Что типа духи любят красный цвет И поэтому, посмотрите Работает линия, где производится Вот этот напиток Но 80% стоит на алтаре для духов Вот такие вот Это тоже такая интересная Да, и кстати Что удивительно Вот эти вот фалосы Которые лежат деревянные В основном Всегда должен быть В любом месте Мини-алтарь Так вот Там, где продают мясо Обязательно лежат фалосы Ну, не обязательно В большинстве случаев Чем это связано Я не могу объяснить Это именно народная традиция Кстати, ты знаешь, что я в Бангкоке Я думаю, ты не знаешь А я тебе должна сказать Я в Бангкоке нашла работу Очень быстро То есть я нашла работу Буквально через месяц После того, как я сюда переехала И, собственно говоря Мы ее сейчас проходим Вот здесь ты работаешь Это садик Это садик Я знаю, ты работаешь В каком-то очень крутом садике Где чуть ли не Приближенные Королевской семье И дети приходят Верно? Верно Это верно И это считается Один из самых дорогих садиков Бангкока Интернациональный Интернациональный То есть есть В Бангкоке вообще делится Как если мы берем систему образования То делится на государственные То есть бесплатные Детские сады, школы То есть государство гарантирует На частные Которые Они платные Но они В приемлемая цена Они биллингвальные То есть преподавание идет На английском И на тайском И на интернациональный Где полностью преподавание идет на английском То есть, соответственно, стоит такой садик, как космический корабль Дорого Это около 1,2 млн бат Садик? Более того Подожди, это еще не все Детки приходят с 8-ти, с 9-ти, с 9-ти до 12-ти Так Окей, в 12-ти их уже забирают домой Смешной Смешно и то, что у нас вегетарианский детский сад Ага То есть у нас нет мяса У нас нет рыбы У нас нет ничего животного происхождения Соответственно, вся еда, которую детки кушают Она овощи, фрукты, все Кем ты работаешь там? Я работаю учителем В нашем понимании воспитателем Но здесь teacher, учитель А чему ты учишь детей? Всему У меня очень маленькие детки То есть у меня детки от 18 месяцев То есть совсем крохи до 2,5 лет Соответственно, деток такого возраста Учить химии, физике, зоологии и так далее Понятное дело, понятная причина Я их учу Они в наш кампус То есть наш детский сад Он был Очень интересная история Наши школы У нас всего 3 кампуса детского сада Есть в Бангкоке Два остальных Там микс То есть там тайские детки ходят Иностранцы, экспаты, которые здесь живут Так как тайцы Очень-очень-очень хотят попасть в эту школу Соответственно, очередь была гигантская То есть там 200-300 человек Мама беременела И уже становилась в очередь И, соответственно, мамы, папы Они все, естественно, высший класс И наша директора рассказывала историю Очень смешную Когда к ней подходила мама или папа И говорила Ну, может быть, это можно нас там Немножечко вперед в очереди продвинуть И я говорю Ну, и что, и что, и что вы ответили Она говорит Я сказала Ну, позвони Кто перед тобой стоит и попроси А там деньги абсолютно одинаковые Там миллиарды и миллиарды То есть, соответственно Почему я должен тебе уступать, да Грубо говоря Вот И специально для того Чтобы обучать тайских детей Так как очень большой спрос Открыли этот кампус Вот У нас в нашем кампусе ведется обучение Тоже на двух языках Специально сделано Мандарин Это китайский И, соответственно, английский Вот Это очень забавно Потому что 15% населения Таиланда Это этнические китайцы И очень многие родители Они хотят Чтобы их дети разговаривали на китайском Они сами многие не говорят Но для бабушки Для дедушки Для будущего Потому что Все-таки бизнес Таиланда и Китая Он действительно сейчас развивается Очень много корпораций Китайцы вкладывают Очень много денег в Таиланд И поэтому для будущего Так как китайцы, как все знают Бизнесмены То есть все люди, которые в Таиланде Этнические китайцы У них всех много денег И они хотят, естественно, своего ребенка В дальнейшем Дать ему хорошее образование И, соответственно Как говорится, нарисовать ему красивое будущее Инвест-проекты, в общем, строить Да, инвест-можно так сказать, да Друзья, сейчас у меня полезные новости Для путешественников Вы знаете, за последний год я совершил 97 перелетов Посетил 22 страны Более 50 раз сидел в бизнес-залах Ожидая свой рейс Более 210 ночей провел в отелях по всему миру А также немереное количество раз Снимал деньги в банкоматах И пользовался банковской картой И сейчас я очень рад, потому что наконец-то появился продукт О котором я хочу рассказывать в каждом видео У меня в руках новая карта Для путешественников, с которой путешествовать Безопасно, удобно и выгодно Это карта премиального уровня OTP Black От OTP Bank и MasterCard Почему с ней безопасно? Больше не нужно возить с собой валюту А также волноваться о невыгодном обменном курсе Я сам проверял OTP Bank ежедневно устанавливает самый выгодный кросс-курс А знаете, что самое приятное? Он не берет комиссию за конвертацию Правда круто? Кроме того, это очень удобно Ну смотрите, вы приезжаете в аэропорт Там огромная очередь на регистрацию На контроль безопасности На паспортный контроль А с этой картой Вы очень быстро проходите все проверки по фастлайну И потом спокойно ожидаете свой рейс В комфортном бизнес-зале Куда у вас также, кстати, бесплатный доступ Также вы не поверите Но, пользуясь картой, вы можете бесплатно путешествовать Как это работает? Все просто При каждой оплате картой Вам начисляются баллы А при оплате в ресторанах Вы стабильно получаете 5% кэшбэк За эти баллы вы можете купить авиабилеты Бронировать отель А также оплачивать аренду авто То есть вы пользуетесь картой, как обычно А вам за это еще и доплачивают К примеру, за время пребывания нашей съемочной команды в Бангкоке Мы потратили на еду 800 долларов Если бы у меня изначально была эта карта То я бы получил баллы в размере 40 долларов А так я что получил? Ничего Не повторяйте моих ошибок Друзья, теперь это моя основная карта для путешествий Я хочу, чтобы такая же была и у вас Переходите по ссылке в описании Оформляйте себе карту прямо сейчас А для моих любимых подписчиков действует промокод Буренок Первые 100 человек, оформившие карту, получат 5000 баллов в подарок Что ты делал до этого и с каким бюджетом ты переехал в Паттайю? Совместно мы переехали в Паттайю У нас было 15000 долларов Ого! Вот! Мы четко понимали, что 15000 долларов Это ничто Это какая-то сумма Энная сумма Но насколько в Таиланде можно Размахнуться на 15000 долларов Вообще представления не имеют И есть еще второй стереотип о Таиланде Что Таиланд должен быть копеечным Это неправда У Таиланда есть очень низкие цены И очень высокие цены И то есть, когда ты никогда не был в Таиланде как бизнесмен Когда ты не был как человек, который здесь живет Когда ты не знаешь каких-то законов Когда ты никогда даже бизнес не открывал в собственной стране Реально все становится в 3 раза дороже Такого Это просто реально Ты сталкиваешься с многими элементарными вопросами И ты не знаешь как Как? Вот И получается, что вот приехав в Таиланд Мы мечтали открыть то, что сейчас у меня есть Но с каким-то может быть Чуть больше или чуть меньше Но начать с этого Чтобы зарабатывать 3 копейки в нашу семью И развиваться То есть такого плана Но не получилось Финансовая сторона За 5 месяцев Вот эти 15000 долларов Не просто сократились А реально Очень сократились Я закупал какую-то продукцию Чтобы вот вложиться в бизнес Но я тратил деньги на бизнес Который не приносил ни рубля дохода Потому что Ну, как и большинство, наверное Людей знают Что если ты что-то производишь Сперва надо найти, где его продавать Ты можешь создавать просто волшебные вещи Но твои товары могут остаться в твоих закромках И никто ничего не узнает Вот Самое главное найти место реализации А в Паттайе было с этим сложно У меня было сложно Может быть, я не такой умный человек Который быстро соображает Вот Получилось, что я целиком разорился в Паттайе Я остался ни с чем Ты здесь живешь, правильно? Да, я здесь живу уже Ну, все это время Сколько я живу в Таиланде Ну, почти 10, да 9 с половиной лет До этого я в Паттайе жил Живу в этом районе Значит, это обыкновенный такой район Да, Бангкок город невысотный То есть высота в Бангкоке Только 15% территории То есть основное Это все-таки такие 4-5-этажные дома Вот, которые мы идем вот здесь Это так называемые шопхаусы То есть первый этаж работают Второй, третий живут И еще обратите внимание Интересно Дома покрашены разными цветами Желтый цвет Какой-то непонятный серый Там оранжевый Тут голубой То есть одна секция, одна семья Вот как семья следит за домом Так и все и будет У каждого свой получается мелкий бизнес, правильно? Давайте сразу про экономику Таиланд не зарабатывает на туристах На туристах он зарабатывает там чуть больше 10% Основной его работы Это машиностроение То есть сборка машин Всякие там японские, корейские Сельское хозяйство Это ювелирная промышленность Текстиль Те, кто не занимается в сельском хозяйстве Или в промышленности Они работают Свой мелкий бизнес держат То есть кто во что гораст Тут это очень легко открывается Там очень мало всех этих бюрократических проблем Поэтому каждый что-то делает Вот такая типичная шопхаус То есть первый этаж они работают Тут же вся семья живет, кушает Второй, третий они там живут Да, и обратите внимание Обувь Перед входом в тайский дом Обязательно снимайте обувь Везде? Обязательно У меня знакомая была Я к ней как-то в гости пришел И я просто забылся Я в сланцах был Два шага или три прошел Вот в ее комнату Слушайте, уже много лет это вспоминает Это реально была для нее обида Это Это очень серьезно А почему обида? Ну потому что я загрязнил ее дом В тайский дом ходят Ты можешь ходить босиком по улице И войти в дом Это нормально Но ходить в обуви И войти в дом в обуви Это ненормально Давай сразу еще про то Что нельзя делать с тайцами Ну слушай Основное, наверное Ну естественно не говорить никогда О политике, о короле Потому что даже если вы прожили в Таиланде долго И знаете, что король действительно хороший человек Вы все равно лучше не говорить об этом Вы все равно не сможете так хорошо сказать о короле Как смогут это сделать тайцы Почему к монахам нельзя прикасаться? Вообще ни при каких обстоятельствах До монахов нельзя докасаться женщинам Потому что монахам нельзя испытывать чувственные наслаждения А женщина это уже чувственное наслаждение Поэтому до монахов докасаться женщинам нельзя За это ничего не будет Убивать там бить не будут Но просто нельзя это делать. Давай вернемся к образованию. Вообще, какая здесь система образования? Насколько она хорошая, сильная? И почему я не встречаюсь среди тайцев, каких-то великих спортсменов, артистов, деятелей культуры и так далее? Да, это очень хороший вопрос. Я тоже задавала себе этот вопрос. И, на самом деле, живя здесь больше и больше, я начала понимать. Во-первых, начнем с образования быстренько. То есть в Таиланде образование бесплатное, государственное. То есть правительство гарантирует тайцам бесплатное образование. Но качество этого образования, естественно, хромает. Это понятно. Туда идут бедные, кто не может себе позволить, кто живет в приютах и так далее. Это самый низший. То есть, например, в тайских школах нет литературы, в принципе, как предмета. То есть те тайцы, которые не знают английский или потому что не переводят на тайский язык, в основном в массе своей какие-то книги о мировой классической литературе и так далее, они просто не знают, кто такой Джек Лондон, такой Марк Твен и так далее и тому подобное. То есть для них это что? Это что такое? Это раз, два, ты зайдешь в тайский магазин, книжный. То есть как бы ты ребенок, ты зашел, ты хочешь что-то взять, почитай. Что там будет на тайском? Рецепты. 156 вариантов, как приготовить по тай, 1,026 вариантов, как приготовить том-ям. Это раз. Два, значит, первая полка, миллион книг об этом, о рецептах, значит, кухни народов мира и так далее. Вторая полка, это история королевской семьи, история Таиланда. Все-все-все вот про это. И третья полка по религии, буддизм. Все. То есть я спросила свою ассистентку. Она тайка, она училась в государственной школе. А я ее спрашиваю, у меня был просто. Я решила, ну почему нет? Я спросила ее, говорю, назови, пожалуйста, хоть одного тайского писателя, поэта. Ну, 23, она буквально недавно закончила школу. Спроси мне, сколько она думала? 10 минут. Она стояла, блин, я же не так давно закончила школу. Прости, не могу. Ань, мы с тобой снимаем в районе, где ты живешь и работаешь. У тебя от дома до твоего садика всего лишь 7 минут ходьбы. Расскажи, пожалуйста, об этом. Это японский район, правильно? Да, это считается японский район. И здесь очень много японских магазинов, здесь очень много японских ресторанов, караоке на каждом шагу. И он считается достаточно лакшери. То есть здесь очень дорогие квартиры. То есть однушку, для примера, да, однушку, даже студию вот в этом районе, она будет стоить буквально там, я не знаю, 20-25 метров. Она будет стоить из серии 600 евро. Снять? Снять. А купить? Даже не страшно. Очень дорого, очень дорого. То есть я думаю, что эта однушка студии будет стоить миллионов 7 бат, наверное. Ребята, класс. Слушайте, мы зашли в этот дом, и это какой-то прям не Бангкок. Здесь бассейн, 3 дорожки, бассейн метров 18, потому что я плаванием занимался, знаю. Там детская комната, там храм, красивые балкончики. Я вообще чувствую себя в каком-то оазисе. Рассказывай, что это за комплекс. И я хотела еще добавить, потому что ты сказал, и по утрам поют птички. Да? Да. И очень тихо. Да. И здесь, здесь на самом деле дышится, потому что Бангкокке не дышится, а здесь дышится. Что это за комплекс, и можете сказать, сколько здесь стоит жить? Да, я могу рассказать, конечно, безусловно. Я вообще быстренько хочу рассказать о том, как я нашла этот кондо. Это мистическая история. Когда я переехала в Бангкок, у меня муж 2,06 ростом. Ого. Да. Я начала искать квартиры, соответственно. Естественно. В смысле, да. Я начала искать квартиры. Я никогда... Когда ты ищешь квартиру, снять, первое, о чем ты думаешь, размер, цена, 156, и, наверное, 30-55 пунктом идут дверные проемы, высота дверных проемов. Как часто ты об этом думаешь? Никогда. А высота дверных проемов в бангкокских квартирах 2 метра, а мужу мой 2,06 в тайских постройках, в старых. То есть как бы у меня современно этому зданию около 6 или 7 лет. То есть, соответственно, я каждый день просто как, я не знаю, как лошадь, просто ходила, искала по 30 квартир, смотрела. Ничего мне не нравилось. Ну, маленький... Я уже заходила, там, второй, третий день я уже заходила, и нарисовала, что у вас сколько дверных проемов? Она на меня смотрела вот такими глазами, такие вопросы ей вообще, мне кажется, в жизни не задавали, даже в страшном сне. Она на меня смотрит, я не знаю, я говорю, проверьте, пожалуйста, или я не пойду, но я, то есть, уже экономила время. Соответственно, и об этом Кондо я не знала, у меня было 4 агента, 4 агента, и, соответственно, ну, как бы ничего. Я уже разочаровалась, мы жили в отеле 3 недели, я уже думаю, боже, нет, отель был хороший, я бы еще, конечно, осталась. Но, соответственно, надо уже вещи приезжают с Индии, надо уже как-то где-то жить. И я вышла, я вижу баннеры, везде баннеры, здесь, 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 огромными буквами, думаю, поеду. Я приезжаю в это Кондо, я захожу в свою квартиру, я понимаю, оно. Нам сделали скидку 25 тысяч бат на аренду в месяц. То есть почти штуку едут? Квартиру. Тысячу долларов в скидку, ничего себе скидка. Сколько же она стоит, квартира? 70 тысяч бат. Лаша, ты продал все в Паттайе, выручил какую-то небольшую сумму и приехал в Бангкок. Нет, я не приехал сразу в Бангкок, прости, я тебя перебил. Я сделал объявление на Фейсбук, что ищу дешевую квартиру в Бангкок. И очень быстро, в течение одного дня девушка, русскоговорящая, которая сейчас моя подруга, обратилась ко мне, говорит, у меня есть подруга, которая сдает, пересдает собственную квартиру, там, тыры-пыры. Пожалуйста, если тебе нужно, приезжай, заезжай. Реально, я приехал в Бангкок, посмотрел, согласился. Квартира дешевая. Ребята, чтобы вы понимали, в Бангкоке можно снять квартиру за 80 долларов в месяц и за 80 миллионов долларов, наверное, в месяц. Ну, не миллионов долларов, но какой-то пентхаус за нереальные деньги. То есть за 80 долларов в месяц можно жить? Это будет квартира? Да, это будет квартира, где будет даже может быть air-condition. То есть у тебя будет кондиционер, у тебя будет балкон, у тебя будет двухспальный кровать, шкаф, ванна с туалетом. И это будет нормальное, чистое место. Я, то есть, таким образом я переехал в Бангкок, оплатив двойной депозит, оплатил вот эту сумму. Плюс сам переезд у меня занял приблизительно 100 долларов, потому что из Паттайи переехать, привезти какие-то вещи в Бангкок. Это минивэн. Они забрали у меня. И у меня в кармане остался 1000 бат. Это приблизительно 25 долларов к тому времени это было. Это ты все продал? Да, я все заплатил. Платил депозит, перевез, и у тебя 25 долларов в кармане? Да, все. И как ты жил? Вот, я переехал туда. Первое, что мне двери открыла, то есть моя соседка, которую оставили ключи, мне открыла тоже русская девушка, она тоже сейчас моя подруга. Мы с ней разговаривались, я быстренько рассказал свою страшную историю и так далее. Она говорит, в Таиланде можно работать моделью, ты, говорит, нормально выглядишь. Здесь реально можно зарабатывать деньги моделингом, но никогда не заработаешь много денег. Если ты хочешь жить на таком уровне, да, ты можешь прожить. Но для меня это было ничто. Я хотел жить, расти. Первые, наверное, мои доходы в Таиланде – это пошли моделингом. Это, чтобы вы понимали, что я не профессиональная модель, я не похож даже на профессиональную модель. Это люди, которые снимаются в клипах, в фильмах, в рекламах и так далее. Чаще всего это второстепенные люди или второстепенные. Массовки. Это взрослое кино, либо это просто реклама, которая по телеку? Я понял. Было? Нет, не было. Не было? Не-не-не, мне просто… А предлагали? Почему-то, когда я говорю, что я работал модельниками, все этот вопрос задаю. Нет, у меня не было и никогда не был готов к этому. Нет. Это эфира мягкая. Не будет. Нет. Никаклей. Вот. Она смотрится от, Антон, мне складывается впечатление, что весь абсолютно Бангкок – это сплошной рынок. Почему так? Дело в том, что, смотрите, как я уже рассказывал, очень много людей занимается в своем мелком бизнесе. И вот, считайте, в Бангкоке неофициально 7-8 миллионов человек, неофициально. И вот, считайте, 2 или больше миллиона человек занимается своим мелким бизнесом. Вот отсюда и складывается, потому что очень много людей что-то делает свое, мелкие магазинчики. Поэтому кажется, что большой рынок. Да, в Бангкоке рынков достаточно много. И что интересно, вот многие думают о том, какая-нибудь санитария, еще что-нибудь нет. Все достаточно чисто. Да, там, конечно, не будет белых плиточек или еще что-то. Ну, просто смысл, что белая, что черная плитка одинаково будет. Еда всегда свежая. Мясо всегда свежее, любое. То есть, все фрукты тоже все очень хорошего качества. Ну, понимаете, тут свои покупают у своих. Смысла нету делать что-то плохо. И смотрите, еще такая штука вот по поводу кафешек. Вот многие кафешки выглядят действительно, кажется, очень страшно. То есть, у нас, ну, я думаю, в России, на Украине бы это в принципе не пропустила бы ни одна бы санэпидемстанция. Тут, понимаете, вы никогда не отравитесь в кафешках для местных. Как бы грязно не было. Потому что стол всегда чистый, еда всегда свежее. Мясо всегда куплено утром на рынке, а вчера вечером оно было забито, да, там. Поэтому всегда не бойтесь, спокойно кушайте. В этом плане это тоже вот такой большой миф о Таиланде. Кстати, травится в основном в ресторанчиках, где именно готовят иностранную еду для иностранцев, вот таких, знаете, туристов. Вот там чаще всего травится. Прямо на рынке находится храм. Да, дело в том, что рынок, тут есть небольшая китайская такая община. И при любой китайской общине обязательно должен быть маленький китайский храм. А так как китайцы, у них синкретизм религий, то есть у них смесь религий, у них там и буддизм, и даосизм, и конфуцианство, и местные культы, то у них храмы, ну, достаточно такая сложная классификация вообще китайских религиозных сооружений. Конкретно вот этот храм богини Таптим. Это китайская богиня, это была реально живущая девушка, по-моему, 6 век, в Википедии есть статья про нее. Она когда-то спасла моряка. Она из провинции, если не ошибаюсь, или Фудзянь, или Гуаньдун, это юго-восток Китая. И ее божествили, вот как, не знаю, как вот есть Николай Чудотворец, да, который вот защитник моряков, путешественников. Вот тоже эта девушка, она защищает путешественников, мигрантов, людей, которые работают и живут далеко от дома. А так как, как вы знаете, китайцы, они все тут мигранты когда-то. Поэтому они эту богиню очень сильно почитают. Поэтому можем зайти посмотреть. Когда мы входим в Таиланде в храмы, неважно, тайский, китайский, мечеть, православный храм, католический, надо обязательно снимать обувь. И в китайских... Православный тоже? Да, именно в православном храме тут один в Бангкоке есть. И в китайских храмах, вообще в тайских и в китайских храмах нельзя наступать на порог. То есть надо его перешагивать, потому что тут бывает иногда что-нибудь захоранивают, какие-нибудь реликвии, которые защищают от входа злых духов. И поэтому нельзя с ним, нельзя наступать, то есть осквернять ногой. Потому что нога это самая низкая часть тела, самая грязная. Значит, этот храм богини Тап Тим. Но тут что очень интересно, храм китайский, но так как китайцы, у них смесь религий, и поэтому они всегда новое принимают, тут стоит тайский Будда без проблем. То есть они все могут намешать абсолютно со всех религий. Потому что они живут в Таиланде, они должны все принимать. Вот тоже достаточно интересно. Друзья, мы в храме, в китайском храме обожественной девушки, богини уже Тап Тим, которая покровительница моряков и путешественников, поэтому мы оставили пожертвование. Нужно взять за это пожертвование 25 благовоний и расставить их в разных местах, которые нам Антон поможет сейчас их расставить и расскажет, в каком месте за что мы ставим. Так вот, друзья, я за нас, всех путешественников, ставлю этих 25 благовоний, чтобы мы с вами инвестировали свое время и деньги в эмоции, в путешествия. А выгодные авиабилеты всегда, запомните, всегда находили на TripMyDream. Квартира. Показывай быстро, что здесь и как. Быстро показываю. Это гостиная, соответственно, видите, да, потолки очень высокие, дверные проемы тоже. Да, здесь где-то стопа может ходить. Да, собственно говоря, это было основным критерием выбора. Это дюплекс, здесь 2 этажа. На первом этаже как гостиная считается и маленькая комнатка для, тоже для гостей, можно так сказать. Когда они здесь кушают, то есть, как видите, как студия первый этаж, то есть, здесь кухня, как столовая, и можно сидеть, чилить, смотреть. И спальня. И спальня. Санузел, кладовая. Да. Сверху у тебя полноценная спальня. Полноценная спальня и гардероб. И, соответственно, офис. Офис, я думаю, что изначально задумался как детская комната, но пока мы... Немножечко попозже мы переделываем эту детскую комнату, так как пока деток у нас нет, мы, соответственно, сделали это как офис. Мы платим электричество, мы платим воду и мы платим аренду. Все фи, то есть, там, я не знаю, когда убираются здесь садовники, когда здесь ходят, прочищают, это все платит owner, то есть, владелец. Но электричество в Бангкоке катастрофически дорогое. То есть, мы платим в месяц, на минуточку, мы платим около 9 тысяч бат. Вечером, когда мы приходим домой, мы включаем кондиционер, и он работает до следующего утра. То есть, соответственно... У вас центральный кондиционер. Да, здесь, да, наверху. Здесь нереально жить без кондиционера. Нереально. Вообще, мне кажется, вообще нереально. Но очень многие экспаты, которые сюда приезжают, как, например, моя учительница, которая со мной работает, она из Тайвани, то есть, она преподает китайский, она говорит, я пользуюсь феном, вентилятором. Это мое самое любимое место в квартире. Я обожаю наш балкон, я обожаю наш вид. Вот без этого я обычно так себе... Стройка. Да, стройка. Я обожаю, что ты выходишь с утра, вот так вот представь, 6 утра, я встаю, я наливаю себе кофе, выхожу сюда, и мне поют птички, и жизнь прекрасна. Пойдем на кухню, и с тобой что-то приготовим. Я знаю, что ты будешь это блюдо готовить впервые. Да, это правда, это правда. Для меня это будет первый опыт вообще приготовления тайской еды. И я даже немножко волнуюсь. Не надо волноваться. Хорошо. Лаш, скажи, я вижу в Таиланде шоу. Парень только что кричал, нарубая вот этот вот кокос. Он его прямо бьет, бьет, бьет и кричит, чтобы купили. Расскажи мне о Таиланде и тайцах. Что тебя удивляет в них? Что тебя шокирует в них? Что тебя вдохновляет в них? Что тебя заряжает в них? А что ты точно не хочешь заимствовать? А что хочешь? Много всего, но давай о тайцах. Да, ты, конечно, мне задал такой большой вопрос, на который мне надо ответить везде, в каждом русском. Поехали. Но давай я тебе скажу один момент. Самый главный, начнем с этого. Наверное, сам Таиланд, какое бы у меня не было к нему отношение, это восхитительная страна, это фантастическая страна, королевство, в котором происходят чудеса. И здесь живут реально чудесные люди. Люди с большим-большим сердцем, очень-очень добрые, которых я никогда в своей жизни не видел такой простой доброты. Это плюс этих людей, хоть реально в основном Таиланд это экономически. В данный момент у Таиланда хорошая экономика, они не такие бедные. Но они были очень бедные, но они были всегда с улыбкой. Что тебя шокирует в их культуре? В культуре, наверное, малообразованность. И вот эта дикая ментальность, которая реально для цивилизованных людей. Европа, Америка, Россия, Украина. Мы же считаем, что мы цивилизованы. У нас есть свой какой-то там уровень цивилизации. Вот. Ты видишь здесь, в Таиланде, небоскребы. Ты видишь хайвей. Ты видишь вот это наземное метро, которое даже в Москве нету. Вот. Реально такой уровень вроде цивилизации. Одновременно ты видишь, как внизу едят тараканов, бросают бутылки грязь в реку, потому что он даже не знает, что эта река впадает в океан. И этот океан кормит Таиланд в плане рыбы и в плане туристов. Он просто не знает об этом. Для него это просто грязная река. А куда еще бутылки здесь пластиковые? Он лень дойти, например, до мусорки, грубо говоря. Необразованность. Очень низкий уровень образованности в стране. Из-за этого получается, что вот что мне, например, после 4 лет жизни расстраивает, не разочаровывает, расстраивает, я бы сказал бы, что очень узкий взгляд на мир. Большинство тайцев, если вы будете общаться с многими людьми, соседями и так далее, они не знают про собственную же даже культуру ничего. Они не знают, где даже соседная улица находится. Все люди здесь в гармонии со своим религией, со своим взглядом на мир, со своим доходом. Они просто счастливы жить в этой стране. Им не нужен безумный доход. Чем отличается, наверное, тайский мир от европейского мира? В Европе ты зарабатываешь, 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 зарабатываешь. И ты потом не знаешь, где потратить, потому что у тебя немножко денег. Ты заработал вроде столько, а у тебя не получился даже ее потратить нормально. Здесь они зарабатывают 3 копейки и просто в удовольствии живут. Вот, наверное, жизненные, как это, мотивирующие слова в Таиланде – это sabay sabay, relax, relax. То есть не нужно никуда спешить, не нужно работать. Для чего сегодня работать, когда можно послезавтра поработать, а сегодня полежать. Прям как в Греции, сега-сега. Да, здесь sabay sabay. У тебя студенческая виза, по которой ты здесь живешь. Сколько стоит такая виза под ключ? Смотри, под ключ, назовем это полное, да, с Томаса, затрат. За год ты потратишь приблизительно 32-35 тысячи бат. Это в долларовом эквиваленте 1000-1100 долларов. Вот, но это не единовременные затраты. То есть ты не платишь сразу эту сумму, ты платишь это в 3-4 захода в течение года. И это каждый год так? Да, да. И ты можешь жить приблизительно 4 года по студенческой визе. А по такой студенческой визе 4 года жить в Таиланде. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Какой у него серьезный мотор? Ну, мотор ставится, кстати, от старых машин, снимают коробку передач и вот получается. У нас, кстати, тоже не менее серьезный. Так вот, мы покатаемся по этому каналу, посмотрим настоящую жизнь на каналах, то, как люди до сих пор живут на каналах. Это очень интересно. И, к сожалению, под натиском прогресса это постепенно отмирает. Вот я уже почти больше 9 лет живу в этом районе. Я уже вижу, что потихоньку этот канал уходит. Потому что где-то уже засыпают берега, уже его делают. Где-то уже сносят красивые такие колоритные дома. Ну, мы посмотрим то, что осталось. Сколько стоит покататься на этой лодке? Ну, покататься где-то час нанять будет около 25 долларов. Итак, в Бангкоке еще очень интересно осталось много реликтов с древних времен. Вот, например, вот эти лодки, которые... Это старые рисовые баржи китайские. Это лодки настоящих кочевников. То есть люди всю жизнь живут на лодках с семьями. Они рождаются, умирают там. Там же у них какие-то мини-магазины на этих лодках. Там же у них какие-то инструменты. Они катаются по этим каналам, плавают и нанимаются на какую-то небольшую издельную работу. Там яму выкопать, не знаю, забор поставить. Это вот настоящие кочевники. В Бангкоке их осталось, может быть, лодок 20 таких. И, к сожалению, с каждым годом их меньше и меньше. То есть натиск прогресса уходит вот такая вот старая бангкокская азиатская жизнь. Дальше. С левой стороны, вот если вы посмотрите, это деревня на воде. Это рыболовы раньше были. Сейчас они просто делают рыбные фермы. Смотрите, там и кондиционеры, и домики для духов, спутниковые антенны. Здесь есть электричество, водопровод и канализация. Туалеты сюда не сбрасываются. Вот это тоже у людей у многих шок возникает. У них отдельно есть канализационные трубы. Младшая принцесса, ну, от предыдущего короля, она как раз заведовала экологией. Поэтому, в принципе, в Бангкоке в плане стоков все очень хорошо. Вода в реке чистая. Вы это могли увидеть по количеству рыбы. Почему вода такого цвета? Ну, извините, это тропики. Тут нет песка, тут глина и гумус. Но это просто как цветет. Поэтому в тропиках вода не может быть прозрачного цвета. В Таиланде 3 сезона. Значит, с мая по конец октября сезон дождей. Достаточно жарко и с дождями. Неприятно, но не так, чтобы сутками лили. Там вечером 2 часа, 3 часа дождь, все, дальше нормально. То есть не как фильмы Форест Гам, где дождь шел 4 месяца. Потом с ноября по середину марта идет прохладный сезон. То есть вы сейчас попали в начало бархатного сезона. Это бархатный сезон. Ну, 28 градусов. Это разве жарко? Да, 32. Ну, 32. А чувствую себя как 40. Хорошо, тут влажно. К декабрю, к середине декабря может температура упасть до 16. И это реально холодно. Я даже надеваю куртку, когда езжу на мотоцикле, потому что организм привыкает к жаре. 16 градусов для меня это уже очень холодно. На севере может быть до нуля опускаться температура. Вот, кстати, обратите внимание, с левой стороны вот это богатые дома. Это очень богатые дома. И они также живут на каналах. То есть для тайцев жить на канале, это все равно, что жить, например, ну, хорошо, некоторым гражданам России, Украины, Беларуси в избе с руби, из бревен. С там, с русской печкой, да, вот с такой вот, где можно там лежать, готовить что-то. Вот приблизительно для тайцев то же самое жить на каналах. То есть это их история, это их культура. Они, тайцы, прежде всего, не морские жители, они водные жители, речные. Давайте теперь продолжим про климат. Значит, бархатный сезон, температура там уже 25-20, может быть, градусов. Как раз основные туристы едут, а потом идет жара, март, апрель, май. И вот там ты ходишь, и надо придерживать глаза, потому что они от жары могут вылезти. Там уже может до полтинника, до 50 градусов жара быть, при их влажности. Вот это подумайте. Вот в апреле я не советую ездить в Таиланд. В сезон дождей можете ездить, но это не так сильно будет дождь напрягать. Вот так вот. То есть в Таиланде 3 сезона. Жаркий, очень жаркий, очень жаркий с дождями. Антон, а можешь дать советам туристам, что точно сделать, а что, в принципе, вообще никогда не делать в Бангкоке? Ну, значит, конкретно про Бангкок давайте. Потому что Таиланд все-таки разный. Есть островной, есть северный Таиланд. Значит, в Бангкоке обязательно дня на 3, на 4 остановиться. Посмотреть основные достопримечательности. Это реально чуть больше, чем полдня занимает. Это Королевский дворец, храм Рожащего Будда, храм Утренней Зари. Дальше. Сходить обязательно в Чайна Таун. Посмотреть. И походить по узким улочкам. Посмотреть местную жизнь. Потому что, прежде всего, в любой стране основное это люди. Да, красивый храм – это хорошо, музей – это хорошо. Но музей и храм – это все мертвое, там нету жизни. В любой стране надо смотреть жизнь. Дальше. Смотрите налево. Есть калитка, но там нет забора. Потому что, ну, вода вокруг, зачем забор? Калитку поставили на дорожке и все. И тут же маленький бизнес у человека. Стиральная машина и аппарат для чистой воды, сфильтрованной. Друзья, у нас сегодня почти передача «Смак». И мы с Аней будем готовить манго стики райс. Короче, это какой-то липкий рис, а сверху будет обычный манго. Ты никогда не готовила? Кокосовое молоко. Кокосовое молоко. У нас вот стики райс, то есть липкий рис, да, его можно купить буквально за 30 бат, вот я все это взяла. Значит, у нас кокосовое молоко, красивенько, вкусненько. И у нас сахар тростняковый с обычным и чуть-чуть соли, буквально чуть-чуть. И манго, вуаля. Еда в Таиланде – это культ. Это культ, это тайцы обожают есть. Вообще тайцы обожают три вещи. Это ходить в магазины, нет, две. Ходить в магазины шопятся и есть. Соответственно... Шопизм, едизм и буддизм. И еще есть у них там, где улица, вот эти мальчики-девочки, он на тоже дизм. На это же, да. Да, совершенно верно, да. Что мы делаем? Мы выливаем кокосовое молоко. Ждем, когда оно немножечко прогреется. Аккуратненько. Здесь у нас смешанный сахар, тростняковый сахар обычный. И соль. Вот пока мы ждем. И ты чистишь манго. Слушай, а где ты рецепт взяла? У своих нянечек в школе. Нянечек? Они знают, что ты будешь готовить? Они знают. Да? Они знают, что я буду готовить. Более того, они, боже, они так мной гордятся. Серьезно. Для них, значит, то, что иностранки готовят их тайскую еду, потому что, в принципе, мало кто готовит, даже тайцы сами. Они не готовят. Правда? Те тайцы, которые средний класс или высший класс, они даже не знают, что такое готовить. Почему? Потому что им удобнее идти в ресторан. Это удобнее, это дешевле. Либо они берут еду с какого-то ресторана, кафе, или, я не знаю, с любого места. Потому что еды здесь валом, куда ни плюют, везде еда. Соответственно, они берут и кушают дома, но готовят они редко. Те, которые победнее, они готовят. Да, это правда. Вот такие, как мои нянечки, такие, как даже мотобайк-таксисты, их жены, я думаю. Ну, я не уверена. Но вот мои нянечки, они точно готовят дома. И они так были рады. Они, принеси нам, нам так, ты учитель белая, иностранка, и будешь готовить нашу тайскую еду. Боже. Они там просто были, конечно, в общем, да. На седьмом небе от счастья. И они так все смеялись, так все меня обнимали, как будто я сделала какое-то открытие, получая Нобелевскую премию завтра. То есть, правда, прям вот эмоции у них были, конечно, непередаваемые. Очень интересный момент про тайцев и про их семью. То есть, соответственно, как тайцы взаимодействуют с старшим поколением, как тайцы общаются с детками и так далее. Потому что я работаю в школе, я это вижу. Ну и, соответственно, я здесь живу, я тоже это вижу. То есть, тайцы с огромным почтением и уважением, во-первых, относятся ко всем, кто старше их. То есть, у нас есть такое понимание, как вы. То есть, мы называем на вы. У тайцев, у них есть приставка перед словом. Угу. Какая? Пи. 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 То есть, пи, это человек, который старше тебя. То есть, пи кто-то. Да, пи Анна. То есть, я могу быть там для кого-то, кто младше меня. То есть, для них авторитет старшего человека. Вот в школе, например, если мы берем... То есть, у меня детки еще маленькие, они еще не понимают, что такое авторитет. А вот если мы берем школы, то для них авторитет учителя не зыблем. То есть, они его уважают, они его почитают, и они его слушаются. Но, да, очень важно для тайцев, чтобы... Для тайских родителей, для тайцев в младшей школе, чтобы было весело. Обучение должно быть весело. Веселое. Да, веселое. Эмоции. Эмоции веселые. Если тайцкий ребенок пришел домой, особенно из государственной школы, и его спросили, тебе было весело, и он скажет, нет. Как так? То есть, учитель в частной школе то же самое. То есть, учитель, он должен интегрировать свой процесс обучения во что-то, в какие-то игры, в какие-то делать это в игровой форме, чтобы ребенку было весело. Сколько здесь стоят продукты? На маркетах очень дешево. Очень дешево. На местных рынках прям действительно копейки. И в принципе, это огромный миф, кстати, про Таиланд, что все здесь дешево. Прям все. Ты зашел в магазин, ты имеешь, я не знаю, 5 долларов, и ты, соответственно, купишь там полную корзину. Это неправда. Все местные продукты, то есть, если ты живешь как таяц, да, реально дешево. То есть, всякие рис, фрукты, овощи, да. Но если что-то импортированное, ты платишь очень дорого. Ты идешь, покупаешь продукты, ты покупаешь колбасу, ты покупаешь сыр, это будет реально дорого. Намного дороже, чем у нас. Рыба. Рыба именно, например, семга соленая была очень дорого. То есть, какие-то такие вещи. Но в то же время ты покупаешь краба, ты покупаешь креветки, ты покупаешь что-то такое, копейки. То есть, разница, ты покупаешь свежевыжатый сок, копейки. То есть, если ты живешь как таяц в Таиланде, прекрасно. Есть какое-то гендерное распределение в семье, кто заботится о детях и вообще, как общаются мужчины. И чем, в принципе, тайские мужчины и тайские женщины отличаются от наших мужчин и женщин? Это очень такой хороший вопрос. Ну, начнем с того, что тайцы обожают детей. То есть, это как бы факт. И тайцы очень семейно ориентированные люди. Во-первых, религия. Во-вторых, самообщество. В-третьих, пенсии. В Таиланде нет пенсии. То есть, соответственно, когда ребенок вырастает, он обеспечивает своего родителя. И момент в том, что пенсии есть только у государственных служащих. И все. То есть, живите, как живите. Пусть ваши дети вас обеспечивают, пусть, я не знаю, ваши сбережения вас обеспечатают и так далее, и тому подобное. Но это, я думаю, что один из тех факторов, о которых тайцы не будут говорить, что мы там любим детей. Нет. Мужчина, кстати, я обратила внимание, что мужчины обожают проводить время с детьми. То есть, реально очень много мужчин можно встретить в парке, на улицах с ребенком. То есть, как у нас принято, женщина обычно, да? Мужчина там работает, а женщина вот с ребенком, он там... Ну, все, естественно, я не буду обобщать, но это так принято в обществе, да? Здесь нет такого. То есть, у меня много на работу папочек приводят детей, забирают детей. Очень многие тайцы, они слушают и действительно живут по законам или по наставлению старшего поколения. То есть, у нас было очень много случаев в садике, когда приходит мама в садик и говорит, так не должно быть. И мы объясняем ей, что вы понимаете, она говорит, я все понимаю. Но вот моя теща, там свекровь, потому что у них деньги. Потому что они как бы платят за обучение, как правило. Бабушки, дедушки и так далее, богатых сайтов. Ребята, смотрите, сколько манго. И это не привезенный супермаркет, а манго где-то, не знаю, у нас. Это же... Можно помочь? Ты держи за одну штучку. Давай. И вот так вот я. Ты, ты, окей, окей, все, поняла. И это, на самом деле, манго я купила на маркете, на улице. На маркете. Да, то есть должен быть вкусный. Но вот стрит-фуд вообще можно доверять? Конечно, можно. Потому что так много стрит-фуда, просто все. Вот так, да. И я... У него все жареное какое-то. Знаешь, вы все жареное, копченое, рыба, курица, мясо. Но при этом же тут же у тебя фрукты, свежевыжатые соки. Да, свежевыжатые, да. Абсолютно все. У тебя в миксе все. Так, ну что? Супер. Ты нямка? Да. Можем отведать. Слушай, а готовится очень просто. Очень просто. Абсолютно. Вообще никаких кулинарных навыков тебе не нужно. Друзья, это называется блюдо mango on the sticky rice. Mango sticky rice. Mango sticky rice. То есть это просто обычный свежий манго и липкий рис, который готовится в кокосовом молоке, в который вы добавляете микс сахара, коричневого сахара, обычного сахара. Молоко кокосовое немножко закипает, греется, добавляете сахар, вмешаете, добавляете sticky rice. Все это вместе превращается в кашу. И потом просто вместе с манго едите. И сейчас я прям за вас, за всех, друзья, все это вместе с Аней и попробую. Ну что, твой дебют в тайской кухне. Давай пробуем. Окей. Давай, критично. Давай. Объективно. Ты же мамку не любишь? Ну, что страшного? Это очень вкусно. Слушай, правда вкусно. Это очень просто, это очень вкусно, очень сладко. Мне бы сюда еще чаю какого-то. Давай. Простого травяного чаю. Сейчас сделаем с тобой чаем. Вот. И я люблю свою работу. Лаша, это один из самых известных рынков в Бангкоке. Да. И вообще в Бангкоке у меня такое ощущение, что они все время везде что-то пытаются продать. Еда, хорошая еда, просто еда, трусы, абсолютно все пытаются где-то продать. Ты тоже продаешь? Конечно. Рассказывай теперь наконец-то уже о своем бизнесе. Где мы находимся, что за рынок и что за бизнес. Погнали. Хорошо. Первое. Ты когда-нибудь видел грузин, который не продает что-нибудь? Это мое национальное. Вот. Я работаю на этом рынке. Это самый знаменитый рынок Таиланда. И самый, наверное, крупный Таиланда. Это Чатучак Маркет. Чатучак Викенд Маркет. Потому что этот рынок работает только 2 дня в неделю. Как вот такого плана рынок. Но также этот рынок работает в будние дни, как цветочный рынок. Начиная со вторника до четверга вечера. Главные улицы этих рынков просто засеяны пальмами, гигантскими деревьями, цветами и орхидеями. Все это можно купить за небольшую цену. Потому что это как оптовый большой рынок. И то есть все сюда приезжают. Но в выходные дни это превращается в такой фэшн-маркет. Вот. Здесь можно купить абсолютно все. Даже хоть законы усложились в Таиланде, но даже можно купить поддельные какие-то бренды в этом прекрасном маркете. В данный момент в основном это тайские производители. Одежда, обувь, аксессуары и огромное количество вещей для дома. Здесь можно купить мебель. Здесь можно даже купить животных. Экзотических животных. Это то место, где ты воплотил свою мечту изначально. Да, я начал с этого места, потому что это я тянул финансово это место. И, конечно же, такой большой наплыв туристов. Здесь, наверное, огромное количество процентов. То есть 80% это, наверное, приезжие люди, которые с разных стран мира. То есть это не только иностранцы, это и Россия, и Украина, и Китай, Япония. То есть это очень-очень популярное место для туристов. Но также это популярно для локал, как мы называем здесь. Экспаты мы называем их локалом. Тайцы, которые тоже приезжают сюда, потому что здесь ценовая категория товаров намного дешевле, наверное, чем в городе. Большинство, ты как уже подтвердила, во всем городе что-то продают. Потому что купили на чатутчаке, а продают уже где-нибудь рядом со своим домом. Конечно, чаще всего это происходит. Одесский седьмой километр. Да, это же чуть больше, чем Одесский седьмой километр. Как 5 одесских седьмых километров. Да, типа того. Здесь у тебя точка. Кстати, да, ты прямо узнал, ты прямо чувствовал это. Ты прием, нас и остановился. Открывай. Конечно, это мой маленький дом. Друзья, мы продолжаем с вами знакомство с невероятным и еще также невероятно жарким Бангкоком. И я вам хочу рассказать немного о себе и о своем бизнесе. Большая часть из вас меня знает, как бывало у путешественника Андрея. Да, так и есть. Я вам открываю абсолютно весь мир. Но я также хочу рассказать, что я являюсь основателем и руководителем сервиса выгодных путешествий TripMyDream. Это тот сервис, который помогает вам вдохновляться на путешествия, находить интересные статьи, открывать места, вдохновляться историями людей. Но он также помогает вам находить всегда самые выгодные авиабилеты по всему миру. У нас интегрированы абсолютно все авиакомпании, включая лоукостеры по ценам сайта лоукост-компаний. У нас интегрированы абсолютно все основные онлайн-тревел-агентства. Поэтому, приходя на TripMyDream, вы не только находите авиабилеты по всем авиакомпаниям и сравниваете среди них, как же удобнее полететь. Вы также сможете всегда найти самую выгодную цену. Если вы зайдете в раздел «Авиаскидки», вы тут же увидите более 10 тысяч предложений по самым низким ценам от 10 евро по всему миру. Поэтому я продолжаю вам говорить – инвестируйте свое время и деньги в эмоции путешествия. А выгодные билеты вам всегда поможет найти сервис выгодных путешествий TripMyDream. Итак, значит, жить тут достаточно просто. Если вы хотите жить до года в среднем, то, получая туристические визы, например, в Лаос, вы прилетаете в Таиланд, получаете граждане Украины, Беларуси, по-моему, Беларусь уже отменили, не помню, получают визу на границе, а россияне 30 дней по штампу. Дальше вы едете в соседнюю страну Лаос, получаете визу туристическую по ней, вы можете жить 3 месяца, ее там надо продлять на месяц будет. И так вы можете 2-3 раза съездить, то есть вы почти год уже сможете жить в Таиланде, а потом уже вам просто визу не выдадут, вам надо уже полгода пожить в своей стране. Можно пойти в школу учиться, но это уже достаточно дорогое будет удовольствие, то есть это на год где-то до 1500 долларов получите годовую визу, может даже 1600-1700 долларов. И будете спокойно жить год в Таиланде. Это уже когда визу туристические не будете получать, получаете студенческую визу. Но вам 2-3 раза в неделю надо будет ходить на занятия, потому что сейчас стали строго проверять. Будет много пропусков, вас лишат визы. Вот и все, в принципе. Можете так учиться во многих местах, так несколько лет можно проучиться. Официально работать здесь нельзя? Официально работать можно, просто смотря какие профессии. Есть профессии, где нельзя работать. То есть есть, например, очень много приезжает русскоговорящих работать гидами. Отлично. Но дело в том, что гидами нельзя работать. Это закон запрещенная профессия для иностранцев. Так же, как переводчикам, водителям, производство свечек ручным способом, производство изделий монастырской утвари и ткани на тканских станках. Значит, потом бухгалтером, адвокатом, землемером, ограничником драгоценных камней, сборщиком ювелирных изделий. Нельзя работать иностранцу. Ну, еще куча других специальностей. Но, естественно, понятно, что везде можно договориться, поэтому турфирма оформляет вас как помощника тайского гида. Либо там просто какие-то есть подвязки, никто вас не трогает. Но, в общем, понимаете, к сожалению, недостаток русских переводчиков тут есть. Поэтому все все понимают, русскоговорящих туристов много, поэтому надо как-то решать. Можно работать гидом. Работа, сразу говорю, тяжелая, достаточно нервная. Дальше. Можно работать моделями. Очень много моделей с Украины, России, из Белоруссии приезжает. Там уже можно официальное разрешение получить. Тоже плохо люди зарабатывают, устраиваются. Можно работать учителем английского языка. Это реально надо. Поэтому, если у вас есть сертификаты, работайте. Дальше. Некоторые несколько человек даже работают учителем русского языка. Это тоже востребовано. И сейчас стало популярно поступать именно на русские отделения университетов. Дальше. Можно работать инженером. Вот у меня есть друзья, которые инженерами, электронщиками работают. Можно работать айтишником. Это тоже официально вас устроит. И зарплата достаточно хорошая. Но, естественно, нужно быть специалистом. То есть, подводя итог. Таиланду надо либо очень умные люди, либо они вообще Таиланду не нужны. То есть, будь инженером, хорошим преподавателем, хорошим айтишником. Тогда тебя с руками и ногами здесь возьмут. Либо работай гидом на полулегальном положении, либо работай легально этими моделями. Вот все, в принципе. Какие зарплаты и сколько нужно денег, чтобы здесь жить? И как? Ну, смотрите. Деньги. В зависимости от того, сколько вы тратите. Кто-то тратит мало, кто-то много. Кому-то надо каждый день кофе пить с пирожным. А этот пирожный в Таиланде достаточно дорого. А кому-то надо жить в комнате с кондиционером, с душем, бассейн и тренажерный зал. А кому-то хватает обыкновенной душевой кабины и комнаты без кондиционера. Поэтому в среднем рассчитывайте, что на более-менее комфортную жизнь, привычную именно нам, в европейском понимании, людям 600-700 долларов в месяц надо. И если разделить эти затраты на съем квартиры, апартаментов, комнаты... Это все вместе. Ну, хорошо. Сколько из них будет квартира, сколько питания, сколько... Ну, квартира в среднем от 200 долларов. Питание 300 долларов, наверное. Ну, и транспорт, и плюс виза еще в месяц рассчитывайте 80 долларов. Это все виза вам обойдется. То есть 600-700 долларов, это себя уже чуть-чуть чувствуешь? Да, нормально. А если у тебя тысяча-полторы, ты уже... Это вообще отлично будет. Ты уже король? Да. А зарплаты? Зарплаты, смотрите. Ну, моделями, я думаю, 1000 долларов будет человек получать. Ну, от 700-1000. Вот так вот. Инженер где-то будет получать 1500 долларов, от 1500. Айтишник может тоже от 1500 и побольше. А сколько средняя зарплата у местного населения? Средняя зарплата у местного, наверное, 400 долларов. 400? Ну, это по стране. В Бангкоке больше, в мелких городах поменьше. Минимальная зарплата 300 долларов. Если бы я захотел здесь жилье купить. Саваника! Жилье покупаете здесь, понимаете, смысла особого нет. Объясню, почему. Виза вам это не решит проблем. Вот, видите, это, кстати, тетеньки работают перевозчиками. С одного берега на другой перевозят людей. Вот, видите, это все, вот эти лодки, это таксисты. То есть они за 5 бат. С одного берега на другой тут нет мостов. Ага. То есть бабушки подрабатывают дома. Итак, значит, жилье купить. Смотрите, жилье покупать сразу, говорю, смысла нет. Почему? Потому что, ну хорошо, купите вы, например, там за 100 тысяч долларов квартиру себе. Визу вам это не решит проблема. Потому что визу все равно вы не сможете, например, долго жить по визам. Сдавать дорого вы не сдадите. Это не окупится. Обчинка выделки не стоит. Там плюс еще куча оформлений надо в налоговой делать. Поэтому, если у вас есть лишние деньги и просто хочется, чтобы вы придете и будет именно ваша квартира, покупайте. Но если лишних денег нет, это плохое вложение. Визу лишит проблемы только если вы будете покупать жилье от 10 миллионов бат. Это от 300 тысяч долларов. Тогда вам дадут инвестиционную визу и вы можете жить сколько угодно под ней. Все. То есть от 300 тысяч долларов есть смысл покупать, ниже нет. А гражданство они выдают когда-нибудь? Гражданство можно получить, но это настолько сложно. Я знаю несколько человек, которые получили гражданство. То есть если вы делаете достаточно хороший бизнес. Ну например, что-то в сфере высоких технологий или большую торговую компанию открыли. Ну в течение 5-6 лет вам выдадут вид на жительство. Но это редчайшие случаи. Это буквально там меньше десятка можно набрать за последние годы. Но такие люди есть, даже европейцы есть, кто получили гражданство. Но это, считай, не рассчитывайте на это. Это очень сложно. Я жучу на самом деле. Аня просто сказала, что если ты в Бангкоке и ты не пришел на руфтоп, какой-нибудь руфтоп-бар, как мы сейчас с вами находимся, друзья, то значит ты не был в Бангкоке. Не был в Бангкоке. Спасибо тебе, потому что это было совсем не в наших планах. Мы хотели пойти к Золотому Будде, пойти в China Town, чтобы еще куда-то. Но ты переланилась на руфтоп-бар. Почему? Не могу, как говорится, занять здесь значение China Town, China Town, Золотого Будда и так далее. Безусловно, прекрасно. Обязательно туда съездите. Это must, see, must visit. Но руфтоп, он как бы Бангкок, он город небоскребов. Прекрасный город, красивый город. И сегодня сейчас наше солнце пропало. Но вообще умопомросительный закат. И, в принципе, посмотреть на Бангкок с 48 этажа, я считаю, что это must. То есть ты не увидишь таких зданий у нас. Ты не увидишь архитектуры. Ты не увидишь вообще, в принципе, город. Или с 5 этажа, с 10 этажа. С 48 этажа ты можешь увидеть полную панораму города. А иногда поймать и прекрасный красный багровейший закат. Сегодня у нас красивенько. Посмотреть город можно. И вообще, в принципе, в Бангкоке умопомрачительно огромное количество руфтоп-баров. Их очень много. Как правило, они в отелях. То есть ты поднимаешь это начинать с 45 этажа, заканчивая 80 этажом. То есть их очень много. И на любой кошелек, и на любой, как говорится, вкус и цвет. И в любом районе. То есть в каждом районе есть руфтоп-бар. Насколько сложно было тебе и нашим здесь адаптироваться вообще? И что нужно для этого, чтобы не стать своим, а чувствовать себя комфортно? Я думаю, внутренне. Я думаю, это все внутренне. Почему? Объясню. Потому что я знаю многих своих подружек, которые здесь живут. И они, я могу сказать, хайят Бангкок. То есть им не нравится Бангкок, но они переехали сюда из-за мужа. По какой-то другой причине. Просто потому, что им пришлось. Как правило, если люди переезжают из Европы, из Сингапура, да. Сингапур мы понимаем уровень развития. В Бангкоке ты можешь видеть очень много минусов. И еще с детьми. Очень сложно здесь именно с детьми нашим. Почему? Объясню. Потому что мы привыкли гулять. Мы вышли с утра, мы коляску взяли и пошли. Здесь, как мы все понимаем, гулять невозможно. А, ты можешь гулять в парках, но тоже жарко. То есть здесь все из мола в мол, из ресторана в ресторан. Дома детские плейдейти. То есть когда мамочки собираются с детками и дома с чем-то занимаются. То есть здесь нет этого возможности свободы. Именно прогулки. Тебе нужно постоянно думать. Тебе постоянно нужны деньги. Как занять своего ребенка? Ага. Плейдейт организовать. Отдать его на какие-то дополнительные. Здесь, здесь, здесь. То есть это тоже деньги. И как бы и это те, которые мамочки с детками, мои подружки, это их естественно не устраивает. Это понятно. Это абсолютно, мне кажется, объективно и да. Хорошо. Лаш, рассказывай. Два раза в неделю ты открываешь эту точку? Да, потому что я работаю только в субботу-воскресенье. Все остальное время, что ты делаешь? Снимаюсь взрослых фильмов. Собай-собай или взрослые фильмы? Нет, я... То, что вы увидите внутри, я делаю это своими руками. Чтобы ты понимал, что я не купил на чату-чаке и продал на чату-чаке. Ты заинтриговался, что ты делаешь своими руками. Конечно, конечно, конечно. Открывай. Что, готовы? Давай. Вау. Сейчас, две секундочки, включу освещение. Шалевно у тебя написано. Кольорово, клево. Это мои клиенты пишут мне пожелания. Клиенты пишут? Кстати, вы можете мне написать тоже. Чудово. Да. Лаш арт-бренд, хендмейд, эксклюзив. Да, это то, что я делаю. Каждую субботу, воскресенье я приблизительно в 10 утра я стараюсь открыть этот магазин. Очень сложно это у меня получается в 10 утра. Потому что, как обычно, в пятницу вечером я вспоминаю, что мне надо сделать то-то, то-то, то-то. И иногда до 5 утра я сижу и делаю то, что я делаю дома. То есть, ты мне сказал, что что я делаю в будние дни? Я делаю это вручную дома. Вот. Чтобы ты это понимал. Скажи мне, сколько стоит аренда? Я понимаю, что ты все равно платишь за месяц, не за два дня. Конечно. Не-не-не. Месяц я работаю 8 дней. Вот. Но магазин целиком мой. Я могу хоть каждый день открываться, мне никто не запрещает. Просто здесь нет народа. Люди приходят за цветами, но не за товаром. Аренда стоит... Мой магазин стоит, я сбавил цену. И стоит 11 300. Какие-то есть еще расходы по содержанию этой точки? Нет. Все, абсолютно... Этой точки нет. Но закупка товара, закупка красок, закупка всего этого дела. Хорошо. Сколько стоит такая пара сейчас? В данный момент вот эта коллекция у меня... То есть, окей, у меня в магазине цены от 1000 бат до 3000 бат. От 1000 до 3000 бат. Слушай, совсем недорого и очень качественно. Чтобы, чтобы ты понимал. 1000 бат это попроще. 3000 это намного сложнее. То есть зависит, сколько времени я трачу на исполнение этой работы. Вот. Я чуть позже сейчас выставлю товар. Давай. И я покажу каждую коллекцию, что у меня есть новая, что у меня нет нового, что хорошо продавался, а что не продается. Но мы пока поспрашиваем, скажи мне, для того, чтобы тебе здесь иметь точку, тебе нужна какая-то лицензия, разрешение, оформление себя предпринимателем и так далее? Либо тоже через какое-то агентство? Нет, никаких агентств не бывает. Просто это рынок. И здесь, конечно, по-хорошему. Смотри, с моей визой, которая у меня есть в данный момент, ты не имеешь права работать в Таиланде. Вот. Но я пошел на риск, потому что я накопил денег, как я уже рассказал, и мне надо было уже открывать. И я просто пошел на риск. Решил, что такая жизнь не может длиться вечно. Три года копить деньги и ничего не сделать. Я был готов, что если даже меня депортируют, арестуют и так далее, я с счастливой душой, что я попробовал вернуть к себе домой уже. Это будет тот момент, когда я закончу мечтать. Ну, нет. Я открыл магазин про доброту тайцев. И это в основном Бангкок, потому что город колоритный и миллион людей здесь. И всем по барабану. Чем ты занимаешься, как ты занимаешься, что ты делаешь. Люди просто радуются. Видишь моих соседей? Ты за секунду договорился с соседкой. Да. Да. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Обратите внимание. Сейчас мы будем проплывать дом с правой стороны. Ему больше 120 лет. Это вот такой настоящий дом на сваях, потому что вода постоянно поднимается. Нужен дом на сваях. И на веранде вся история семьи. Вау. Дипломы, аттестаты, брачные свидетельства, семейные встречи. И вот там на самом верхнем фотографии есть такой лысый мужчина. Ну, не дядя, это мальчик. Это мальчик? Так вот, у них каждый мужчина должен побыть монахом. А в армию они идут по жребию. Они тянут жребий в военкомате. А монахам обязательно надо. Подожди, как это жребий? Так вот, вот этот лысый мальчик, который на фотографиях был, это был монах. То есть, сын ушел в монастырь на 3 месяца, когда ему было там, ну, 18 или 20 лет. И вот если у нас мама фотографию сына выкладывает, как он присягу принял, да, там, с автоматом Калашникова, там, на фоне национального флага, да, там, то у них выкладывают фотографии, когда он пришел в монастырь, именно забрился в монахи. Это очень важная часть тайской жизни. Расскажи, почему? Потому что каждый мужчина в Таиланде должен побыть монахом. Это, ну, религия все определяет, всю тайскую жизнь. Поэтому человек должен приобщиться. И это, то есть, монахом можно становиться за жизнь много-много раз. И я могу сказать, что это очень хорошая школа жизни. Я сам месяц прожил в монастыре, в медитации. Я стал действительно очень спокойнее, я стал более сосредоточеннее и меньше нервничать. Вот, кстати, тоже слева дом очень красивый на сваях. Это три семьи живет. И вот, смотрите, лодки, которые под домом. Вы заплываете, и там в люк через пол входите в дом с лодки прямо. Это такой нормальный национальный тайский дом. Значит, давайте про монах. В монахи заболевается в монашество. Ты можешь уходить сколько угодно раз за жизнь. То есть, вот когда у тебя совсем плохо, там, не знаю, развелся бизнес, полетел, депрессия. Не надо там в бутылку лезть, да, там напиваться. Иди в монастырь, неделю промедитируй. Можешь неделю побыть монахом. Потом обратно уходишь в мирскую жизнь. Но я могу сказать, что после монастыря ты уже другой приходишь. Ты действительно становишься спокойный. Ты не понимаешь, куда люди спешат. Зачем люди нервничают. Это очень серьезно влияет в очень хорошем плане. Да, я очень много туристам порекомендовал. И многие туристы пошли в монастыри потом в тайский пожить. Там неделю, две, три месяц. Там по-английски во многих местах говорят. То есть, я обычно даю список монастырей, где можно именно иностранцам удобно жить. И люди уходят некоторые по нескольку раз уже. Это действительно очень сильно прочищает разум твой. Значит, монахи питают... Теперь про монахов. Один раз в день. Питаются они... Питаются тем, что им дадут люди. Почему? Монахи дают людям возможность сделать доброе дело. Буддизм. Тайский буддизм. Они радуются, что они дали монахам еду. Это им зачтется на следующую жизнь. Вот. То есть, монахи выполняют очень важную социальную функцию скрепления нации. Ну, и плюс это воспитание нации. Каждый мужчина должен побыть монахом. Итак, в Бангкоке... Вообще, в Таиланде кто-то говорит 30, кто-то говорит 40 тысяч монастырей. Именно монастырей, не храмов. А в Бангкоке, говорят, где-то 400 храмов. И до сих пор строительство еще идет храмов. То есть, новые строятся. Значит, тайские храмы, это не вот... Не как у нас мы привыкли. Церкви, это как, знаете, что-то такое вот... Такое, что к чему притрагиваться страшно, там с благовением заходить. Тайские храмы – это место жизни, это место тусовки. Сюда приходят дети после школы, не знаю, там делают уроки. Тут приходят еду приносят, кушают по вечерам. Монахи иногда даже сауны устраивают в монастырях, чтобы местный народ приходил, попарился в травяной сауне. Ярмарки, концерты проходят в храмах. То есть, натурально сцены, карусели ставят в храмах. Почему? Чтобы люди не боялись приходить, чтобы они зазывали. Я спрашиваю монахов, концерты это же не очень хорошо в храмах. Он говорит, а как еще зазывать людей? Говорит, будем так делать. Расскажи, пожалуйста, о медицине. Какая здесь тайская медицина? И сталкивались ли ты? Были у тебя случаи какие-то? Мне очень сильно повезло, потому что я не болела чем-то серьезным. То есть, мне не требовалось сказать серьезной медицинской помощи и так далее. Когда ты идешь в Таиланде в госпиталь, он, естественно, будет частным. Ты платишь деньги обязательно в паблик хоспитал. То есть, в государственном госпитале лучше даже не показываться. То есть, там ты приходишь, ты только чтобы показаться врачу платишь 1000 бат. Только чтобы он на тебя посмотрел. Терапевт. Например, у тебя горло болит, или у тебя сопли, или еще что-то. То есть, ты платишь. Дальше. Тайцы очень любят антибиотики. Это вообще какая-то проблема панацея Таиланда. Чтобы у тебя чуть-чуть болит горло, у тебя нос. Тебе прописаны антибиотики. Сколько раз я не ходила, у меня в основном было с горлом. У меня вообще моя больная зона это горло, но постоянно ангина, еще что-то. Антибиотики, антибиотики, антибиотики. Это же возможно, это же ангина. Может какие-то сиропчики, антибиотики. Три дня попьешь, и все нормально. Вторая часть очень многие мои знакомые здесь рожали. Лакшери. Ты рожаешь в 5-звездочном отеле. Да? Да, правда. Это правда. А сколько денег стоит? Я скажу 120 000 бат. Ого. Кесарево. Кесарево, но это с трехдневным пребыванием в палате, в двухместной палате. То есть, муж может пребывать с тобой. Тебе завтрак, обед, ужин, самооперация, анестезия. Все-все-все-все-все туда входит. Трехразовый обед, семга с пюре и так далее. Гражданство дают при этом? Нет. Нет. Вообще получить гражданство Таиланда можно, но практически невозможно. То есть, если ты замужем или женат на тайке или на тайце, ты должен прожить в течение 10 лет в Таиланде без выезда. Потом ты должен сдать экзамены по тайскому языку, и рассмотрение твоей заявки может длиться 10 лет. По поводу медицины еще хочу один момент отметить. В Таиланде еще развита пластическая хирургия. Да. Особенно пластическая хирургия груди и липосакция. И нос. Никогда ни в одной стране я вообще никогда на свой нос не обращала внимания. Нос и нос, ничего такого. Здесь за год жизни 100 тайков. Ты уже сколько раз делала? 100 тайков. Я сколько сделала? Раз 10. Сделала? Да нет, конечно. Просто сам прикол в том, что ко мне подходят тайки. Какой у тебя прекрасный, милый носик. Я думаю, что это больше индустрия телевидения, индустрия красоты. И то же самое, что леди бои. То есть, очень много леди боев сейчас на экране телевизоров. Их реально много. Просто пропагандируется, что ли, эта история? Нет. Ты, мы можем увидеть, мы можем не знать, что это леди бой, но это будет леди бой. Да, есть красивые вроде как девушки, а на самом деле это парни. Правда? Да, это правда. Зачем они это делают? И как они относятся к этому, семьи? Объясню. Таиланд очень толерантная страна. Очень. Сверх. Мы можем много видеть леди боев в 7-11. Мы можем их видеть повсеместно, в офисах. То есть, когда ты, когда общество относится очень спокойно к тому, что ты внутри мальчика, а на самом деле девочка или наоборот. Ну, как правило, внутри ты девочка. И ты делаешь там операцию или еще что-то. Ну, окей, да, вот он такой. Это, наверное, его карма. Наверное, в прошлой жизни они же все верят в карму. Да, это раз, два. Они не осуждают. Тайцы вообще не осуждают. То есть, они могут подумать, я бы так не сделал. Но говорить, что ага, вот так же, как и проституция. Они не будут говорить, какая она плохая. Нет. Она говорит, я бы так не сделала, а что делать? Она бедная, вот ей пришлось так вот зарабатывать. То есть, это отношение тайцев к проституции. То есть, ровно. Естественно, они так не будут делать, но другие, но это их судьба. Это их карма, это их судьба. Пускай делают. Супер, ты разложился. Скажи мне, сколько пар в день ты продаешь обычно? От 5 до 15, наверное, были и 20, но это крайне редко происходит. Вот. Ну, давай я не буду скрывать. Максимальное, что я здесь у меня получился в этом магазине, это было 20 000 бат в день. Это было реально круто, потому что аренда у меня стоит 11 300. То есть, я, грубо говоря, выполню месячный план за один день. И я просто потом у меня был сабай-сабай. Какое времени ты тратишь, чтобы расписать одну пару? Смотри, вот если возьмем эту модель, я трачу приблизительно 4-5 часов. Вот это. Да. Здесь где-то 2 часа. По ценовой разнице, это приблизительно я продаю за 1300, а это продаю за 1800. Давай я тебе покажу. Что стоит 3? Что стоит 3 тысячи? Стоит. Самая дорогая? Самая дорогая. Модель за 3000. Чтобы расшить ее пуговицами, я трачу приблизительно. Ты расшиваешь все сам пуговицами? Конечно. Красава. Сперва я крашу эту ткань, потому что я покупаю белые кеды, потому что на них удобнее работать. И дальше я крашу ткань, дальше я пришиваю пуговицы, дальше я крашу целиком. Получается, что, да. Получается, что вот эта модель, она стоит 3000 бат. Я трачу на нее больше сутки. Сколько надо в Таиланде, чтобы жить как ты? Просто какая сумма нужна? Смотри. Большинство европейцев, которые здесь живут, живут в среднем на 40, начиная с 40 до 100 тысяч бат. То есть многие молодежь особенно, да, работают иностранцы, работают учителями. У них зарплата от 25 тысяч бат и выше. 25 тысяч бат реально это условие, которое, приехав типа в рай, не устроит никого. Но они молодые. Круто. Ребята, смотрите, если вам нравится, а я знаю, что большинству из вас нравятся вот такие кеды, если вы хотите, чтобы такие кеды были представлены в вашем магазине, в вашем городе, на ваших ногах, на ногах ваших друзей, ссылочка на Лашу уже есть в описании. Пожалуйста, переходите, пишите ему, он вам отправит. Если вы хотите их у себя продавать, тоже пишите, он будет с вами делать бизнес. Если вы просто хотите с ним познакомиться, чтобы вам открыл Бангкок, приходите, покупайте Монолизу, Тавинчи, не знаю, Баленсиагу, кого угодно. Гуляйте в них по Бангкоку. И Лаша вам поможет открыть его таким, каким он его видит, и вы его увидите вместе. Лаша, я тебя благодарю. Чувак, ты молодец. Благодарочка. Спасибо тебе большое. Спасибо, что, во-первых, пришел ко мне в магазин. Спасибо, что рассказал мне, рассказал про меня. И спасибо, что потратил свое драгоценное время, постарался узнать. Чувак, красава. Давай. Очень жаркий. Местами просто невероятно душный. При этом атмосферный, колоритный, дружелюбный. Город не просто контрастовый. Город, не знаю, мне кажется, это какая-то азиатская столица. Друзья, мы с вами узнавали Бангкок. И каждый для себя найдет те эпитеты и описания этого города. Кто-то сюда приедет как турист, кто-то как путешественник, кто-то будет жить. А кто-то просто посмотрит это видео и поймет, что же это за город Бангкок. В любом случае, я буду вам благодарен, если вы будете подписываться на канал, подписывать своих друзей. Поставите лайк этому видео и будете писать комментарий. Я также напоминаю, что вы можете выиграть два авиабилета в Бангкок от авиакомпании Air Astana. Все описания, что нужно сделать, вы прочитаете в описании к этому видео. Инвестируйте свое время и деньги в эмоции, в путешествия. А выгодные авиабилеты находите на сервисе выгодных путешествий TripMyDream. С вами был бывалый путешественник Андрей. До встречи в Дели. Пока, друзья!